Здравствуйте, дорогие друзья! После того, как мы с вами разобрались с созданием меню и панели инструментов, пришло время познакомиться с принципами размещения различных виджетов в области окна. В самом простом варианте мы можем использовать абсолютно позиционирование элементов. Например, сделать так. Создать два виджета для отображения картинок и разместить их вот в таких вот позициях. Давайте посмотрим, что из этого получится. Вот смотрите, у нас есть заготовка вот такая вот. Если мы ее запустим, то у нас просто будет обычное окно. Давайте здесь расположим две картинки. Вот здесь вот в конструкторе класса MyFrame мы добавим две вот такие вот строчки. Здесь мы создаем статическое изображение и берем вот такую вот картинку. Она у нас располагается в подкаталке Images. Ну а здесь вот другая картинка. Далее мы делаем абсолютное позиционирование этих двух картинок. Первая будет иметь позицию 10 и 10 пикселей. Первая десятка это по горизонтали, а вторая по вертикали. То же самое здесь. 300 пикселей по горизонтали и 40 по вертикали. Давайте запустим, посмотрим, что из этого выйдет. У нас получилось две картинки. И если мы будем менять размеры окна, то картинки остаются на своих местах. Если уменьшаем окно, то, соответственно, картинки скрываются. Как вы понимаете, вот при таком подходе есть следующие существенные недостатки. Мы только что видели, что при изменении размеров окна виджеты не меняют своих размеров и положений. Поэтому иногда мы их просто не будем видеть. А если увеличить окно очень широко, то получится пустая область. Далее. Такой интерфейс будет по-разному выглядеть на разных платформах. Затем изменение размеров отдельных виджетов может нарушить всю конструкцию интерфейса. Ну и кроме того, если мы будем менять вообще схему расположения, то придется переделывать весь интерфейс, по сути дела, заново. Вот. Чтобы решить эту проблему, в VxPython используются такие вещи, как Sizer. То есть это специальные объекты, которые позволяют располагать виджеты в соответствии с некой предопределенной схемой. Ее еще иногда называют layout. И давайте рассмотрим пример работы вот такого вот Sizer. BoxSizer. Он позволяет располагать виджеты либо вот так вот по вертикали, друг за другом, либо по горизонтали, тоже друг за другом. По умолчанию используется вот такая вот схема расположение по горизонтали. Давайте посмотрим, как это все будет выглядеть. Для этого вот здесь вот в начале в конструкторе мы создадим этот Sizer, BoxSizer. По умолчанию он будет по горизонтали все у нас располагать. Ну и далее в этот Sizer добавим два этих элемента, два этих виджета. Image1 и Image2. У них будут автоматически присвоены определенные ID. То есть, используя метод ADD, мы поместили вот эти два виджета друг за другом вот в этот Sizer. Сначала поместили первый, Image1, а потом второй, Image2. Поэтому вот это абсолютное позиционирование нам уже не нужно. Позиции будут вычисляться автоматически. Ну и мы здесь скажем, что вот это главное окно, Frame, должно использовать этот Sizer в Xbox. Запускаем программу и смотрите, что у нас получается. Если мы будем увеличивать окно, то, соответственно, пропорционально будут смещаться наши виджеты. Ну, а при уменьшении они будут накладываться друг на друга вот так вот. То есть, картина получилась несколько более приятной. Однако, вот это вот не лучшая практика использования Sizer. Обычно их располагает не сразу в этом окне, а на панели. То есть, сначала создают панель в этом окне вот таким вот образом, потом на этой панели размещать необходимые виджеты. То есть, вот здесь вместо Self мы уже указываем панель. Ну и далее говорю, что эта панель будет использовать вот этот вот Sizer. И тогда у нас вот эти вот виджеты будут уже привязаны не конкретному окну, а конкретной панели. И потом эту панель мы можем отдельно сдвигать и тоже помещать в какой-нибудь Sizer. Это очень удобно. Давайте это реализуем и посмотрим, что будет. Для этого мы вот здесь в начале создадим эту панель. Затем вот здесь вот, когда мы создаем виджеты, тоже пропишем, что здесь будет использоваться панель. Они будут размещаться на этой панели. Ну и здесь Sizer будет применен именно к этой панели. Вот так вот. Запускаем нашу программу и видим, что работает все абсолютно так же. Только немного фон нашего окна изменился. Он стал чуть посветлее, потому что здесь появилась панель. Вот смотрите, в чем преимущество Sizer. Если мы вдруг решим расположить эти же самые элементы не по горизонтали, а по вертикали, то мы это явно так вот можем указать. Здесь укажем такой вот флаг Vertical. Запускаем программу и все. Наши элементы теперь располагаются по вертикали. То есть делать все очень просто и элементарно. Далее, если мы хотим, чтобы ячейки, в которых находились наши виджеты, занимали всегда всю доступную область окна, то для этого вот здесь вот третьим параметром мы можем указать такой вот флаг VX Expand. То есть распахнуть ячейку на всю доступную область. Запускаем программу и смотрите, у нас теперь наши виджеты располагаются по центру окна. То есть ячейка, она здесь вот распахивается на все окно и получается, что вот эти вот виджеты, они оказываются в серединках этих ячеек. То есть теперь стало работать все вот таким вот образом. Ну и то же самое по горизонтали. Если мы уберем этот флаг, запустим, то увидим, что наши виджеты будут находиться всегда по центру нашего окна. Чтобы эффект от этого флага лучше увидеть, мы вместо вот этих вот двух виджетов создадим вот такую вот панель и добавим ее в наш сайвер VBox. То есть она у нас будет располагаться опять же с флагом VX Expand. И здесь мы добавим еще один флаг VX All, который позволит со всех четырех сторон сделать отступ в 20 пикселей. То есть мы от границ будем отступать 20 пикселей. А фон у этой панели сделаем вот такой вот, чтобы он отличался от стандартного фона. И мы видели эту панель. Давайте запустим программу и посмотрим, что у нас выйдет. Так, вот эту вот картинку мы тоже уберем. То есть мы сделаем комментарий вот здесь вот. Опять запустим. Смотрите, у нас получается вот эта вот панель, она всегда растягивается на всю область окна. То есть как бы мы окно не крутили, всегда эта панель будет у нас занимать все доступное пространство. Это вот как раз и есть работа, вот этот вот флаговый X Expand. А если мы его сейчас уберем, сделаем вот так вот, то смотрите, что будет. У нас здесь появилась вот такая вот просто линия. То есть наша панель перестала распахиваться на все окно. Поэтому часто, когда добавляют тот или иной виджет, прописывают этот вот флаг в X Expand. Далее, для демонстрации возможности работы вот этого вот сайзера, BoxSizer, мы создадим вот такой вот интерфейс. Смотрите, как мы его будем создавать. Значит, в самом начале мы создадим вот такой вот сайзер, BoxSizer. Он здесь показан вот такой вот синей рамочкой. И этот BoxSizer будет по вертикали содержать все наши элементы. Вот таким вот образом. То есть у нас будет четыре здесь столбца, и в эти четыре столбца мы разместим определенные элементы. Значит, что мы будем и как размещать? В первый элемент, вот так вот, в первый вертикальный элемент, мы разместим еще один сайзер. Он тоже будет называться BoxSizer, но расположение у него будет горизонтальное. И он будет содержать два элемента. Вот этот первый элемент, это обычный текст, и второй элемент, это вот такое вот поле ввода. Как это делается? Ну, во-первых, мы создаем этот горизонтальный сайзер, пусть он называется HBox1. Затем два элемента вот создаем. Первый ST1, это вот как раз вот этот вот текст, а TC, это вот это вот поле ввода. Затем мы в этот горизонтальный сайзер размещаем эти два элемента. То есть используем тот же метод ADD, и говорим, как они будут размещаться. Значит, сначала помещаем первый элемент, то есть вот этот вот текст ST1. А затем помещаем второй элемент поле ввода. Причем, когда мы размещаем поле ввода, то вот здесь вот указываем еще вот такой вот флаг. Proportion1. Вот этот флаг говорит о том, что эту панель надо по максимуму растянуть по ширине. Если его не указывать, то поле ввода будет вот такое вот ограниченное. И когда мы будем увеличивать ширину окна, то оно никак не будет меняться. Чтобы оно занимало всю ширину, нужно указать вот такой вот флаг Proportion1. Далее вот этой вот строчкой мы добавляем в наш начальный сайзер, то есть в VBox, вот этот горизонтальный сайзер. То есть у нас получается вот такая вот первая строчка. Далее вот здесь вот мы создаем еще один статический текст. Содержимое файла. Вот ST2. И сразу помещаем его вот в этот вертикальный сайзер VBox. Следующим элементом сюда добавляем текстовое поле ввода. Причем оно у нас будет многострочное. Multiline здесь используется. Ну и далее опять оно добавляется в наш вертикальный сайзер. У этого поле ввода мы тоже ставим флаг Proportion1, так чтобы он занимал и всю ширину, и всю высоту. Ну и далее говорим, чтобы слева, справа и снизу были отступы в 10 пикселей. Затем создаем две вот такие кнопки. Да и отмена. BTN-OK и BTN-CN. Эти две кнопки мы размещаем вот в такой горизонтальный сайзер. Он называется HBox2. И говорим вот здесь вот, чтобы слева у каждой кнопки был отступ в 10 пикселей. Вот таким вот образом. Ну и далее вот этот вот горизонтальный сайзер помещаем в вертикальный сайзер VBox. Говорим, чтобы все элементы у нас располагались справа, так чтобы вот эти вот кнопки были вот здесь вот с правой стороны. Ну и отступы делаем снизу и справа по 10 пикселей. Давайте вот это вот все запишем в нашу программу и посмотрим, как это будет работать. Вот смотрите, мы здесь вначале создали панель. Вот этот вот сайзер VBox. Далее горизонтальный сайзер. Два элемента. Обычное текстовое поле и поле ввода. Затем в горизонтальный сайзер их размещаем и добавляем все это в первый элемент вертикального сайзера VBox. Затем мы создаем еще один текстовый элемент. Добавляем его опять же в вертикальный сайзер. Затем мы здесь создаем многострочное поле ввода. Добавляем его следующим элементом в наш сайзер. И у него флаг пропоршн 1, так чтобы он у нас растягивался и по высоте и по ширине. Далее две кнопки. располагаем эти кнопки в горизонтальный сайзер и этот горизонтальный сайзер добавляем последним элементом в наш вертикальный сайзер вебокс. Запустим эту программу и у нас получается вот такой вот интерфейс. Причем если мы будем менять размер нашего окна, то все будет пропорционально меняться. То есть вот так вот с помощью бокса сайзера можем располагать виджеты нашего интерфейса. Давайте теперь предположим, что мы решили изменить размер шрифта в нашем интерфейсе. Сделать это можно так. Мы выделим это в начале, в начале нашего конструктора. Пропишем такие строчки. Ну, во-первых, получим ссылку на шрифт, который по умолчанию у нас используется. Установим размер этого шрифта в 19 пунктов. Ну и для нашей панели применим этот шрифт. То есть, применяя шрифт к панели, этот шрифт будет применяться ко всем элементам, которые располагаются на этой панели. Запустим программу. И смотрите, наш шрифт теперь увеличился. Он стал в 12 пунктов. Причем везде, у всех элементов. Вот таким вот образом, легко и просто, мы можем модифицировать наш интерфейс, если используем сайзеры. Если бы мы здесь использовали абсолютное позиционирование, то такой фокус у нас бы не прошел. У нас бы весь интерфейс поплыл. А здесь все это делается легко и просто. Вот в этом преимущество сайзеров. На следующем занятии мы продолжим эту тему и поговорим о других классах управления разметкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова